Здравствуйте! В эфире первого городского программа «Место происшествия». Сегодня мы расскажем о главных происшествиях Калининграда и области за минувшие сутки. В студии Анна Николаевич. Смотрите сегодня в нашем выпуске. А вот это вот БМВ разбитое, это ТП, сильное такое, в стену. Если друг оказался, вдруг. Калининградец угнал у своего знакомого автомобиль и разбил его об стену. Ну ничего, просто сказали эвакуация, да, и что? По техническим причинам. И снова заминирование. В этот раз целью зломышленников стало здание Европы. Только какое? Ведь у нас их три. Спецслужбы в замешательстве. Утром около 11 часов утра в 23 мая в полицию поступило сообщение о том, что здание торгового центра Европы заминировано. По предварительным данным о заложенной бомбе было донесено по телефону. Спецслужбы провели экстренную эвакуацию. Это уже четвертое заминирование за последний месяц. Правда, сложность его заключалась в том, что название Европы носит сразу три торговых центра. Все здания были отцеплены. Персонал, а также посетители всех магазинов выведены на улицу. Ну ничего, просто сказали эвакуация, да, и что? А причину не назвали? По техническим причинам. Как стало известно позже, злую шутку сыграли школьники одного из калининградских учебных заведений. Все магазины продолжили свою работу в обычном режиме. Полиция выясняет все обстоятельства и причины произошедшего. Стоит отметить, что за ложную информацию предусмотрена уголовная ответственность. Долгая дружба закончилась внезапно. В Калининграде молодой человек угнал машину у своего старого знакомого и разбил ее об забор. Нарушителя задержали полицейский. Угонщик пытался скрыться с места происшествия. Выяснилось, пойти на преступление калининградца вынудила его мечта. Какая? Об этом смотрите в следующем сюжете. А вот это вот БМВ разбитое, это ТП, сильное такое, в стену. Это ваша машина? Нет, это моя другая машина. Молодого человека полицейские задержали неподалеку от разбитого автомобиля. БМВ на полном ходу въехала в бетонную стену и дальше продолжать движение уже не могла. Несмотря на сильный удар, водитель не пострадал. Количество алкоголя в крови у задержанного зашкаливает, выяснили инспекторы ГИБДД. Чем машина? Друга. Где вы ее взяли? А, в гараже. А в гараже к тебе? Ломом. Зачем? Замал. Ну, пьяный их был, хотел прокатиться. Он мне не давал прокатиться. Я ему ее помогал делать, он мне не дал прокатиться. Ну, я как бы ее взял. Покататься зали? Ну, как бы да. И... У вас права есть? Нету. И не было права здесь. А сколько вы выпили? Много. Для того, чтобы вскрыть гараж, молодому человеку понадобился лом. Угонщик взломал замок и проник вовнутрь. Завести автомобиль ему не составило труда. Он хорошо знал устройство машины, ведь сам помогал хозяину ее ремонтировать. Михаил утверждает, что обиделся на своего друга, поэтому и угнал его машину. Он давно хотел покататься на БМВ, но владелец так и не разрешил ему этого сделать. А вы видели, кто там в патрульной машине сидит? Видел. Это друг ваш, да? Да. Это он узнал, говорят. Ну, говорят, а я не знаю. Много чего говорят. То есть, как вы относитесь к своему другому после этого? Ну, если выяснится, что он, это останется за кадром, так как к нему отношусь. Далеко уехать молодой человек не смог. Михаил превысил скорость и машину занесло. Она въехала в стену. Сразу после ДТП водитель попытался скрыться, но его задержали инспекторы. Был обнаружен автомобиль с признаками ДТП. В ходе оперативно-следственных действий, значит, неподалеку от данного БМВ, был задержан гражданин по описанию, схожий с угонщиком. В процессе разговора данный гражданин пояснил, что да, совершил угон. В процессе не справился в стрельном управлении, совершил ДТП. Владелец БМВ написал заявление в полицию об угоне. За свой поступок его другу грозит реальный срок заключения, ведь молодой человек уже имеет условный срок за кражу, и судимость еще не погашена. Судя по всему, многолетняя дружба двух калининградцев подошла к концу. Алексей Колодкин, Анна Николаевич. Специально для места происшествия. Инспекторы ГИБДД задержали очередного наркомана-таксиста. Полицейские остановили автомобиль на улице Борзова поздно ночью. Одинокий таксист привлек внимание полиции своей неуверенной манерой вождения. Оказалось, мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. У инспекторов возникли подозрения, что в автомобиле могут находиться наркотики. Следственная оперативная группа обыскала салон и нашла пакетик с белым веществом, спрятанный под кожухом коробки переключения передач. Находку изъяли и отправили на экспертизу. Если будет установлено, что в изъятом пакете запрещенные вещества, то в отношении владельца возбудят уголовное дело. А теперь внимание на экран. Наше эфир продолжает постоянная рубрика «Розыск». Полиция и родственники разыскивают без вести пропавшую Терентьеву Анну Денивсону, 1998 года рождения. Уроженку города Советска, Калининградской области, которая 19 мая этого года ушла гулять с друзьями и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы пропавшей. Рост 165 сантиметров среднего телосложения, длинные темные волосы, глаза карии. В день исчезновения Анна Терентьева была одета в голубую футболку, черные штаны и серые кроссовки с розовыми вставками. Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить в полицию или по телефону, номер которого сейчас видите на своих экранах или 02. Конфиденциальность гарантируется. И на этом все. Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес канал 1собака.мейл.ру. А мы напоминаем, что все выпуски программы «Место происшествия» вы можете посмотреть на нашем сайте 1городской.ру. В студии была Анна Николаевич. Берегите себя и своих близких. А сразу после нас не переключайтесь и смотрите программу «Служба новостей. Город». Редактор субтитров А.Семкин